Всем привет, с вами Саня и мастерская с вами с ключами. Сегодня мы будем делать ручку коробки передач в советском стиле, да правда из дерева. Берем ножовку, идем к соседу в огород, отпиливаем кусок яблони и отпиливаем от нее кусок, примерно вот такой, чтобы его можно было зажать в станок. Получаем небольшой брусочек и зажимаем нашу, наш кусок яблони в станок, и начинаем его обрабатывать нашей стамеской, куском трубы. Субтитры делал DimaTorzok 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 После так же примерной формы берем уже стамеску вот такую и начинаем закруглять ее вовнутрь Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Проглядим, что же мы имеем. Почти идеальная форма. Ну, еще немножко надо подшкурить. Посмотрим еще раз. Хороша форма. Ну и все, дорезаем этот до конца. Проглядим. Проглядим. Ну, вот и все. До конца мы заготовку срезали. У нас осталась небольшая тычка здесь. И допилить до конца. Допиливаем до конца пробочку. Дальше этот бобок, который у нас остался уже немножко здесь и немножко здесь. Включаем наждак. Проглядим. 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 Товышка. Товышка. Все. Проглядим. Уже готовая ручка, единственное, сверлим дырку, берем дрель со сверлом миллиметров на 6 и сверлим дырку. Дальше переставляем сверло миллиметров уже на 9. И рассверливаем дыру уже до 9 миллиметров, дальше берем мячик на 10 миллиметров и прорезаем резьбу. Дальше переставляем резьбу. Дальше переставляем резьбу. Ну вот мы получили ручку коробки передач с резьбой на 10, по крайней мере у меня такая. У стандартных коробок передач резьба идет на 8, у меня идет уже на 10 переточенная резьба. Дальше лакируем, берем нашу ручку, вложим ее в обрезок бутылки и наливаем обычный бесцветный лак. Настоящие деревообрабатывальщики, краснодеревщики меня довольно с говном съедят. Скажем, что так не делается, но я в принципе не краснодеревщик, я обычный лоботряс. Но мне кажется этого вполне достаточно, чтобы сделать ручку передач. Пускай она полежит здесь и пропитается прямо в лаке, наверное, с часик. Потом мы вытащим ее и положим на просушку. Прошел примерно час, вытаскиваем ручку, она полностью пропиталась бесцветным лаком. Камера, скорее всего, не передать, как хорошо получилось. Мне кажется, получилось даже очень хорошо. И ставим ее на просушку. Чтобы лак не капал, надену, наматываем тряпку. Ну и все, пускай она полностью просыхает. Потом покажу готовый результат. Ну вот, после того, как у нас полностью просохла ручка, довольно-таки замечательно получилось. Берем ее и уже накручиваем на место. Вот и все. Вот какая у нас ручка получилась. Я считаю, довольно-таки неплохо. Для ручки, вчера, которая еще была веткой от дерева. Ну вот и все. Всем пока, удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!